Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаю начитывать сихотворение на библейские мотивы. Это вот у меня книга есть, подарок мне сделали. Библейский свет жемчужины русской поэзии. Вот она как выглядит. Сегодня у нас 17 февраля 2019 года. Сихотворение называется «В потерянном раю». Яков Полонский написал это. Уже впервые дымной мглою подернут был Эдемский сад. Уже пожелтнувши листвою, усень синий был Ефрат. Уж райская не пела птица, над ней орел шумел крылом. И тяжело рычала львица в пещеру, загнанная львом. И озирал злой дух с презрением, добычи смерти, пышный мир. И мыслил, смертным поколением отныне буду я кумир. И вдруг он видит. В райской сене, уязленно, омрачена, идет подобно скорбной тени им соблазненная жена. Невольно прядю коз волнистых она слегка прикрыла грудь. Уже для помыслов нечистых пролег ей в душу знойный путь. И ей десницу простирая, встает злой дух, он вновь готов. Ей сладкой лестью слух лаская, петь о блаженстве грешных снов. Но что уста его сковало? Зачем он пятится назад? Чем эта жертва испугала? Того, кому не страшен ад. Он ждал слезы, улыбки рая, молений, робкого стыда. И что ж в очах у ней? Такая непримиримая вражда. Такая мощь души без страха, такая ненависть, Какой не ждал он от земного праха с ее минутной красотой. Грозы и божественные сверкания тех молний, Что его с небес не зверли, не без содрогания. В ее очах увидел бес. И в мглу сокрылся привидением, Холодным облаком осел. Змей в траву прополз шипением, В деревьях бурей прошумел. Но сила праведного гнева земного рая не спасла. И канула слеза у древа познания добра и зла. Та же другое стихотворение называется «Осиротелый рай». Его написал Константин Фуфанов. И снова ночь легла, и звездами заткала лазурный небосвод. Эдем благоухал, и фратская волна лениво ударяла, Оглубой гранит неуязвимых скал. Горели светляки на маке темноцветном, Чуть искрилась роса на зелени травы. Под зонтиками пальм дремали грустно львы. И было грустно, все в молчании неприветном. Впервые человек под кущами Эдема Не грезил светлым сном. Он был теперь далек от рая своего, И сумраком тревог полна была его мучительная дрема. Он понял гнет забот и ужас суеты. Он в холоде дрожит, томится в зной и стомой. И в робкой тишине, смущаясь темноты, Спешит разжечь костер спасительной соломой. И с тайной завистью он устремляет взор, Туда, где лес родной синеет, помывая, Где прихотлив цветов пестреющий убор, И где капризен так волшебный очерк гор, Туда, в тот ясный мир потерянного рая. Но там у светлых враг утраченного мира Стоят два стражника и блещут их мечи, Как две святых звезды, упавшие с эфира, Как две тюремные свечи. И вот здесь картина Густава Дары И знания из рая Адама и Ева. Там стоит ангел Херувима Синяющий С обращающим мечом. Вот что написано. Бытие, глава 3, стих 24. И знал Адама и поставил на востоке У сада Эдемского Херувима И пламенный меч, обращающийся, Чтобы охранять путь к древу жизни. Слава Тебе, наш Господь, и Бог наш, Слава Тебе. Аллилуйя.